И снова добрый день, мои дорогие. С вами, как всегда, Алкабарт. И вы, конечно, скажете, что две видяшки за день, но это ты вообще дал. Но, простите, первая видяшка, будем считать, технической была больше, потому что это была просрач и видяшка была трезвой. А сегодня мы уже будем, естественно, пить во второй видяшке за этот день. И об этом обязательно поговорим. Чего это мне вдруг, в принципе, приперло-то записывать очередное видео за день? Спросите вы, будете правы, а я вам отвечу. Я не мог упустить такую погоду, ребята. Зима еще не кончилась, а на улице плюс 10, сзади капель такая. Я думаю, что в микрофон это даже будет слышно, потому что он суперкардиоидной направленности. Соответственно, и зад немножко тоже хватает. Не только вперед собака вообще офигела носится по двору. Короче, праздник. И раз у нас есть коньячный бокал, то пить мы, естественно, будем из него какую-нибудь шнягу, господа. И этой шнягой будет клюквица. Стояла она у меня, стояла наверху в съемочной, ну, в любой из видяшек в съемочной посмотрите, наверное, последние полгода. Вот этот вот малыш, купленный в местном сельском магазине. И я даже не помню, зачем я ее брал. Может, просто торкнула, типа, вдруг на дорожку до дома что-то захочется. Мало ли там дождь или прохладно. Ну, она гордо отстояла свое положенное время. И вот, собственно, она. Аквадив. Довольно спорный белорусский завод. Некоторые говорят, что аквадив вообще хрень. Некоторые на полном серьезе говорят, что это лучшая белорусская водка. Я когда в последний раз такое услышал, я реально немного тормознул так. На пару минут пытался осмыслить и выйти из ступора. Ну, и здесь у нас клюквица. Написана она латиницей, непонятно почему. Но большое вам аквадив спасибо за надпись, что без искусственных красителей и ароматизаторов. Но это по белорусским законам уже давно. Так вот, надпись. Возможно изменение цвета до бледно-розового. Каким цветом вот этот считать? Хрен его пока знает. Но состав. Естественно, здесь его просчитать невозможно. Тем более, это мензурочка. Это 0,2 такая, знаете. Поэтому фоточка. Фоточка. Вот она фоточка. О, у меня еще фоточки пчелок есть. Сегодня пчелки прилетали. Но сейчас не про них. Вода. Люкс. Спиртованный морск клюквы. Сахарный сироп. Экстракты сухих ягод. Бузины, аронии. Блин, ну куда ж без аронии? Это без черноплодной рябины в Беларуси. Да. Черные сморозины. Регулятор кислотности. Кислота лимонная. А также экстракт клюквы. Ароматный спирт можжевельника. Нифига себе. Ароматный спирт лимонной корки. Хранить плотно закрыто. Без посторонних запахов. Ну, короче, наверное, чтобы оно не завоняло вам весь дом. Я так думаю, что все вот так именно и обстоит. Но нос начинает чесаться. Солнышко начинает пригревать. Хотел же очки надеть. Ну, солнечные. Потому что реально сейчас чуюсь, как придурочный. А плюс к тому, вот при таком солнце снимать, это очень хреновая затея. Поверьте мне, никогда так не делайте. Потому что у вас вылезут все. Все морщины, все неправильные тени. Все будет сразу же видно. Ну, мы открываем. Слушайте, не, ну вы видите этот акцесс, а? Он даже рваться нех... О, смог. Ну, такое. Ну, такое. Кстати, наверное, я буду первым в истории человеком, который клюквит всю эту аквадимовскую, пьет из коньячного бокал. Ну, хотя точно не первым. Скорее всего, ее также пили на дегустациях на заводе. Пузырьки не спадают. Вообще просто. Они сгруппировались. И чего-то ждут. Ну, в принципе... Понимаете ли, в чем дело? Оно пахнет довольно интересно. Вот серьезно. Пахнет недорого. Не могу сказать сразу дешево. Но недорого. Вот так. Но оно пахнет интересно в том смысле, что клюквы здесь так не сильно и прет. А вот всем остальным, особенно той самой ородии, той самой черноплодной, рябиной. Блин, капец как. Поехали, первое. Жестко. Вроде 40 градусов, а жестко будешь, собака? Не будешь? Я понял. Ой. Нет, вы знаете, что-то с первой не зашло. Опять же, сейчас вот очень меня интересует целевая аудитория этого продукта. Кто это и зачем будет брать? Непонятно. Было бы это двадцаткой крепостью, я бы понял. Берут в деревне для девочек. Брать в деревне для мальчиков такое, честно говоря, как бы позорно, понимаете ли, не тот напиток. Тем более с клюквой. Фу, как так можно? Ладно бы там хрен был, или что-нибудь, зубровочка, да, понятно. Но, блин, пока не могу понять. Клюква есть. Но реально вот эта черноплодная рябина перебивает. Вот это просто прикольно. На каком она месте в составе? Ну, в принципе, где-то рядом вот бузина, арония и черная смородина. А может и бузина так подванивает, хрен его поймешь. Но, честно говоря, я опечален. Только погода меня радует в данный момент. Да. Хотя, конечно, может быть, если под нее какую-нибудь правильную закуску соорудить. Но какую? Опять же, у меня кроме сыра сейчас в голову ничего не идет. И опять же, в какой последовательности? Может, лучше сначала закусить, потом... О, сейчас выпью, расскажу. Поехали. Накапываем третий. Не так давно у меня на канале было видео про текил. И вообще, изначально оно так задумывалось, понимаете? Мне потом уже, после видяшки, пара человек написали в личку в инстаграме. Пришло два или три письма, три письма на почту. И в комментариях было, ну, раз 20 повторено, наверное, что, блин, что-то ты делаешь не то. То есть, я понимаю, о чем идет речь. И вы все, наверное, тоже понимаете. Стандартно, текила с солью и слаймом, ну, или с лимоном, как кому повезет, пьется по схеме ЛВЗ. Это не ликероводочный завод, это лизнул, выпил, закусил. Я же перед съемкой видео сижу и туплю. Блин, ну, скучно. Очередная текила и скучно. Чтоб такого придумать. Короче, я придумал. Я поменял последовательность. Если кто не заметил, кто хочет это дело пересмотреть, то у меня было выпил, лизнул, закусил. Или выпил, закусил, лизнул. Я честно ждал глобального срача, да. Честно ждал, что наконец-то вообще он конченый, последний мозг отпил, даже забыл как текилу пить. Нифига. Нет, комментарии были на тему, что вообще-то неправильно. Вообще-то именно лизнул, выпил, закусил в такой последовательности. А вообще, что нормальные мексиканцы так не пьют в принципе. Но не было ни одного такого комментария как-то вот какого-то грубого, оскорбительного, еще чего-то. Из чего я вынес, что у меня вполне адекватная, нормальная аудитория. В общем-то, и, кстати, я при этом думал, ну хорошо, но может глубину просмотра стоит посмотреть. Может там народ 10 секунд просмотрели, просмотр засчитался и до свидания. Посмотрел глубину просмотра, 70% примерно, это очень хороший показатель. Что еще раз говорю, означает, что у меня классная, адекватная аудитория. Поэтому за вас аудитория. Поехали. Солнышко, пригревай. Да, зима надоела, пора с ней заканчивать. Ой, вот сейчас что-то вообще не зашло. И вроде за вас же пил, и все хорошо, а не зашло. Ладно, что-нибудь еще интересное здесь есть? Ни хрена. Давайте посмотрим, можно ли считать сей цвет бледно-розовым. Я думаю, что, наверное, да. Хотя мне кажется, что она особо свой цвет не меняла. Тем более, она не стояла на солнце. Кстати, предупреждаю всех, ребятушки. Если вы берете что-то крашеное, цветное, такое вот, ну, крашеное, это грубо сказано, цветное, никогда не ставьте на солнце. На солнце или в теплые места. Или потом не удивляйтесь, когда оно у вас случайно может встать слоями, или поменять цвет, или еще что-нибудь. И, соответственно, не надо винить в этом заводы. Заводы абсолютно не виноваты. В этом виноваты именно натуральные красители, которые, в отличие от химии, они вполне вероятно под воздействием тепла или света солнечного могут поменять цвет. И такие вещи с заводами наблюдаются очень часто, и многие заводы на это ругаются, но говорят, ну, а что сделать, нам запретили использовать химические красители. С одной стороны, это хорошо, с другой, это плохо. То есть, храните, как говорится, в темном месте, в прохладном, недоступном детям и женам местах. За это и выпьем. Хорошо-то как. На небе не облачко, в воздухе ни в одной молекуле валентности не шевелится практически. То есть, за это надо однозначно выпить. Короче, мой вердикт по вот этому вот. Это крайне странно и абсолютно непонятно, для кого и для чего это создано. Я думаю, что это создавалось по методу или расширить бы нам ассортимент, вариант первый, или второй, запорули просто партию для чего-то. Там, для водки или еще что-то. Просто запорули. И поняли, что оно не пойдет. А партию было жалко. А уже вот эти вот микс уже создан. То есть, надо на его основе что-то сделать. И скорее всего, может и так. Потому что у Аквадива, кстати, есть хорошие продукты. Есть, я вам честно это говорю. Ну, немного. Давайте так, немного совершенно. Но это отнести к хорошим, или к которым я возьму еще раз нельзя. Если я захочу клюковки, я возьму какую-нибудь другую. Она будет больше клюквенной. Если я захочу прочувствовать в очередной раз вкус аронии, то есть черноплодной рябины, я возьму практически любое белорусское плодово-ягодное вино. Вот эти вот, которые в пластике. Вино специальной технологии. И там оно будет чувствоваться в большей мере. Как основу для коктейлей нет. Мешать это с чем-то? Не с чем. Чем это закусить? Я его еще раз говорю. Кроме сыра. И причем, наверное, желательно типа сулугуни что-нибудь. У меня мыслей никаких. Пахнет оно слабо и островато. Пьется оно тяжеловато и непонятно. Поэтому на этой радостной ноте за вас, дорогие мои, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей периодичностью, за то, чтобы все у нас у всех было хорошо. И за то, что вот это сегодняшнее временное лето с температурой под плюс 10, вроде как завтра обещают опять зиму, а потом опять лето, хрен поймешь. За то, чтобы оно приносило нам всем радость. Хоть я и морщусь всю видяшку, как хрен знает кто. Поехали и всем пока.